Отличное настроение с утра пораньше, это значит у вас начинается понедельник на телеканале Беларусь 4 с программой Утренний Эспрессо. Доброе утро, Виталий Иванов и Екатерина Нечапарук сегодня в студии. Будем заряжать вас позитивом, поделимся массой интересной информации, познакомимся по традиции с интересными людьми и, конечно же, разыграем целых два подарка для взрослых и детей. Уверен, что сегодня у экрана появились новые наши телезрители, которые, может быть, узнали о нашей программе от своих друзей. Мы приветствуем этих людей, потому что вы действительно правильно остановились, вы убедитесь в том, что у нас интересно. Оставайтесь с нами, мы сегодня в прямом эфире до 9 часов. Представьте себе два часа интересной информации. Да, дождик сегодня нам обещает прогноз синоптиков и около 10-11 тепла. Более подробно узнаем позже, когда будет прогноз погоды, ну а пока более подробно, что будет в программе, анонс. Посмотрим. Сегодня в Утреннем Эспрессо. Всемирный день психического здоровья. Обучающие семинары для родителей и опекунов пройдут в Бресте. Сохранить для потомков. Узнаем, как ученые Полесского аграрно-экологического института сохраняют редкие популяции животных. Пять деревянных церквей Брещены предлагают внести в список всемирного культурного наследия. Тему обсудим со специалистом. Доброе утро. Программа Утренний Эспрессо предлагает вам бодрящий информационный напиток с утра пораньше. По традиции говорим о самых актуальных новостях из жизни региона. Накануне в Брестской области в Беларуси отмечалось сразу два профессиональных праздника. Всемирный день почты и День работников культуры Беларуси. Всемирный день почты был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшимся в Токио в 1969 году. Ну а Всемирный почтовый союз на сегодняшний день насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма. Что же касается Дня работников культуры Беларуси, то он по традиции ежегодно проводится во второе воскресенье октября, начиная с 1998 года. К этому профессиональному празднику в нашей стране причастно более 65 тысяч белорусов. Актеры, поэты, писатели, художники. Музейщики. Музейщики обязательно, да, руководители и сотрудники, представители различных творческих коллективов. Мы еще раз присоединяемся к поздравлениям, которые наверняка звучали на эти выходные уважаемым нашим юбиляром, так сказать. Потому что в музейном деле, как и в любом театральном деле, работают люди, преданные своему делу, которым не все равно. И которые присутствуют в этом деле, потому что любят свою работу по-настоящему. Ну, собственно, с профессиональным праздником поздравляем и почтовиков. В этом году вот так вот совпало, что два профессиональных праздника праздновались в один день. Ну что ж, это очень замечательно. Ну, а мы переходим к прогнозу синоптиков обещанному, узнаем, что же нам сегодня ждать. Смотрим. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Доброе утро, Брест! Брест, просыпайся! Привет, Брест! Доброе утро, Брест! Привет, Брест! Доброе утро, Брест! Good morning! Доброй, ранец и Беларусь! Ну что, возвращаемся в студию прямого эфира. Дарим только хорошее настроение. Всем еще раз доброе утро. Хорошее настроение, это замечательно. Но еще будем делиться очень актуальной информацией. И сейчас вот очень любопытная дата. 10 октября на календаре, еще раз напоминаем об этом. Сегодня в мире отмечается Всемирный день психического здоровья. Проводится он в мире с 1992 года с целью, прежде всего, информирования населения в отношении проблем психического здоровья. Ну и способов его также укрепления, профилактики, лечения психических расстройств. Вот такая новость с утра пораньше. Ну, Всемирная организация, ну почему тебя это улыбает? Ну, немножко улыбает. Серьезная, на самом деле, и очень пугающие цифры Всемирная организация здравоохранения приводит. Оказывается, на сегодняшний день на планете существует, живет 450 миллионов человек, страдающими всевозможными психическими заболеваниями. А на Западе каждый седьмой человек подвержен депрессиям и со всеми вытекающими последствиями. Причем большинство людей, страдающих от психических расстройств, не имеют доступа к необходимому им лечению. Поэтому одной из главных задач Всемирного дня психического здоровья является сокращение, распространение именно вот этих депрессивных расстройств, ну и других психологических заболеваний. Поговорим мы сегодня еще на эту тему. Несмотря на то, что она очень серьезная, но еще и очень важная, вернемся к ней обязательно. Ну, а прямо сейчас я предлагаю перейти к историческим событиям дня сегодняшнего. Чем же 10 октября была отмечена в истории, узнаем из календаря. 10 октября знаменовано следующими событиями. 1918 год. Декретом Собнаркома утверждаются новые правила орфографии. Из алфавита исчезают буквы «Ять», «Фита», «Ижица» и «И» десятиречное, а твердый знак перестает писаться после согласной в конце слова. Все типографии, издательства, учебные заведения обязаны быстро, срочно перейти на новое правописание. 1943 год. Учреждается Орден Богдана Хмельницкого для награждения военнослужащих и партизан за особую решительность и умение в операциях по разгрому врага. Высокий патриотизм, мужество и самоотверженность в борьбе за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Орден Богдана Хмельницкого стал последним из учрежденных советских сухопутных полководческих орденов во время Великой Отечественной войны. 1964 год. В Токио начались 18-й Олимпийские игры, в которых участвовали более 5000 спортсменов от 94 национальных олимпийских комитетов. Олимпийскими чемпионами стали и спортсмены из Беларуси, Елена Волчецкая спортивная гимнастика, Рома Альт Клим метание молота, Александр Медведь, вольная борьба и Татьяна Самусенко фехтование. 1976 год. Марафонец преодолел дистанцию в 42 километра 195 метров за 7 часов 33 минуты. Своеобразный рекорд установил грек Димитрион Иорданидис в забеге от местечка Марафон до Афин. И хотя нынешние чемпионы одолевают ее за 2 часа, рекорд состоял вином. Возраст марафонца превышал 98 лет. 1984 год. Родился Павел Дуров, один из создателей социальной сети ВКонтакте и одноименной компании. На сегодняшний день ВКонтакте – это крупнейшая в Рунете социальная сеть, один из первых по популярности сайт на территории Беларуси. Доброе утро! С утра пораньше программа «Утренний эспрессо» заряжает вас позитивом. У нас отличный подарок для детей, ну и собственно и для их родителей, потому что если улыбаются дети, то обязательно хорошее настроение у их родителей. Вопрос вы подготовили сейчас для розыгрыша просто-просто невероятный. Невероятный вопрос, навеянный нам посещением контактного зоопарка «Страна-Янутия» и чудо-дово «Лебура-Лори». На самом деле разыграем мы сегодня подарочный сертификат в комнату Рио. Не менее интересное место с сухим бассейном, большим батутом, аквагримом, аниматорами, людьми, которые заставляют детей улыбаться в этом замечательном месте. Рио сегодня выиграем сертификат на посещение этого прекрасного места. Отвечая на вопрос, Кать, рассказывай, вопрос просто невероятный. Отвечая, напоминаю, телефон 21-55-65, а вопрос у нас следующий. Будем угадывать название чудесного животного, просто потрясающего. Как называется самый мелкий лемур в мире и сколько он весит? Информация на самом деле прелюбопытнейшая, как для взрослых, так и для родителей. Поэтому, ну, Google вам в помощь, конечно же, хотя если вы знаете сами, то мы будем очень рады и удивлены даже, правда? Итак, лемур. Он на самом деле связан с очень маленьким зверьком. Такое название из двух слов, которое состоит. Да. Какой-то там лемур. Весит он очень-очень мало, даже меньше, чем 100 граммов. Да, и этот лемур является таким вот самым-самым маленьким представителем вида. Крошка обитает на деревьях национального парка в западной части Мадагаскара и ведет ночной образ жизни, несмотря на свой маленький размер. Двина тела составляет около 20 сантиметров от 9, это самые маленькие. Но вообще лемуры, уважаемые телезрители, относятся к группе приматов, поэтому немножко даже похоже на обезьянок. Еще не умеют петь, я слышал. Вокальные возможности этих маленьких зверьков поражают. Диапазон издаваемых звуков очень широк, но не будем сдаваться здесь в подробности. Скажем только, что если вы угадаете название этого чудесного, самого мелкого лемура в мире, то сертификат на посещение детской игровой комнаты Рио будет ваш. 215565. Дозванивайтесь, пожалуйста, и забирайте этот замечательный подарок. Улыбайтесь вместе со своими детьми. Посещение детской игровой комнаты Рио 100% подарит массу впечатлений. И родители успеют отдохнуть, дети наскакаться, и будет замечательно и весело. Еще интересная информация. Он не дозвонился к нам еще до сих пор. Лемуры занесены в Красную книгу, они охраняются государством. К сожалению, именно человеческий фактор является причиной таких проблем у лемуров. Дозвонились до нас. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Мама. Как тебя зовут? Ира. Ира тебя зовут. Замечательно. Ирочка, сколько тебе лет? Молодец, что дозвонилась. Мне 7 лет. Очень замечательно. Ты собираешься в школу? Да. Ну, видишь, молодец. Мы рады, что ты встречаешь утро вместе с нами. Ну что ж, знаешь ты название самого маленького лемура в мире? Да. Как он называется? Карликовый лемур. Ну, немножко не так не существует. К сожалению, он не похож на правильное название. А вспомни, пожалуйста, самое маленькое животное, которое... Мышь. Какое? Мышь. Мышь, правильно. А как будет называться самый маленький лемур? Мышиный. Верно, молодец. Мы тебя поздравляем. Сразу сориентировался ребенок. Сориентировалась умничка. Конечно, отдаем сертификат. Поздравляем тебя. Отличного настроения тебе. Оставайся на связи. Тебе расскажут, как забрать твой подарок. Действительно, друзья, мышиный лемур называется. Вот этот самый-самый-самый маленький. Весит он от 30 до 50 граммов. Вот такое вот маленькое чудо. Причем, Виталий уже говорил, что длина его тела максимум 20 сантиметров. Больше половины приходится на хвост. Вот так вот. Интересно. Давай, больше нечего. Оставайтесь с нами. Скоро мы вернемся к вам в студию прямого эфира. А пока нас улыбают человечки. А почему облака не падает? Потому что они не могут, они по воздуху летают. И они не могут, потому что они такие из газа состоят. Потому что их в солнце держат. Они легкие и они держатся в облаках. Когда солнце сверкает, то потом уже дождь пынет, и солнце закрывает в облаках. Потому что они плавные и сделаны из пыли белой. Потому что их, наверное, ветер держит. Потому что они легкие. Потому что они легкие и сделаны из маленьких частичек воды и тумана. Они сделаны из тумана, поэтому они не падают. Катя, почему облака не падают? Ну, мне понравился ответ. Солнце их держит. Солнце держит всю планету. Поэтому, ну что же сделаешь. Вот такие вот замечательные, любопытные, всегда интересные человечки. Ну, согласитесь, глядя эту рубрику, невозможно не улыбаться. Продолжаем наш эфир. Любопытное предложение поступило белорусских ученых. Ученые-биологи предлагают открыть границу для белорусской популяции зубров. В белорусской пуще эксперты убеждены, что эта инициатива лесных исполинов наших приведет к тому, что, ну, как бы, постоянная, во-первых, приведет к миграции этих животных, что будет полезно для этих животных. Ну, а также эксперты убеждены, что повысит количество именно популяции национального парка. Ну, и все дело в том, что речь идет о свежих генах для потомков, потомства зубров, которых, учитывая растущее количество животных, сегодня уже недостаточно для их здорового будущего. Так называемая трансграничная миграция, миграционные коридоры помогают в решении этого вопроса и в корне позволят изменить генофонд белорусских зубров, считают ученые. Ну, у нас следующий репортаж напрямую с зубрами не связан, она связана с экологическим вопросом. Более подробно узнаем, как ученые Полесского аграрно-экологического института сохраняют редкие популяции животных. Мониторинг и охрана животного мира – одна из задач научных сотрудников Полесского аграрно-экологического института. Приоритетная группа – животные, которые включены в Красную книгу Республики Беларусь. Но некоторые виды исчезают так быстро, что пора, говорят ученые, ставить вопрос о разведении редких популяций в неволе, а затем выпускать природную среду. И поэтому наши молодые ученые в рамках проекта Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований, они выиграли в очень жесточайшем конкурсе этот проект, занимаются именно вопросами, как в вольерных условиях можно обеспечивать передержку, содержание и размножение тех видов животных, которые включены в Национальную Красную книгу Республики Беларусь. В рамках этого проекта на контроле оказались болотные черепахи. Причем эти конкретные животные, когда их принесли в институт, были сильно травмированы. И нам пришлось потратить больше двух лет для того, чтобы это животное приобрело нормальный физиологический статус. То есть мы отрабатываем здесь механизм, как обращаться именно с теми животными, которые попали в бедственное положение. Ученые продумали специализированные биотехнические устройства, которые предполагали режим, максимально приближенный к условиям их естественной жизни. Это необходимо для того, чтобы черепахи безболезненно восприняли среду природную, куда их и должны выпускать. А вот место, где бы животные чувствовали себя достаточно хорошо, пришлось поискать. Удивительно, но оно оказалось в черте Бреста. Это территория Брестской областной базы Бакалея. Данный водоем, это как естественный пруд получается на территории. Имеется белый амур у нас, имеется щука, карась. Почему это место выбрано? Оно находится в населенном пункте. Там, где и были пойманы эти черепахи, значит, к населенному пункту они уже привыкли. Потом, это место с экологической точки зрения оптимальное для них. Здесь они уже живут. Здесь для них прекрасная экосистема создана, поддерживается. И лучшего места, как вы вот посмотрели, мы прорабатывали этот вопрос, выезжали на различные естественные объекты, в том числе и в населенных пунктах объекты, и лучше не нашли. Вообще, говорят зоологи, пока до конца не отработан механизм, как поступать в подобных случаях, когда найдено пострадавшее животное. Если кто-то увидит таких черепах в городе, в населенном пункте, то они уже находятся в бедствующих положениях. И в таком случае надо обращаться в Брестский областной комитет природных ресурсов, охрана окружающей среды или в Брестскую городскую районную инспекцию. Стоит заметить, это не те черепахи, которых мы привыкли видеть в зоомагазинах. Вот эта черепаха болотная, она занесена в Красную книгу Республики Беларусь. Она живет и в Европе, и в Северной Африке. В Европе она практически везде охраняется, откладывает яйца до 30 штук. Осень, говорят ученые, самое подходящее время для того, чтобы выпустить животных в естественные условия. Миграционный инстинкт у них просыпается лишь с наступлением тепла, а вот на зиму они зарываются в выл. После, скорее всего, приживутся. И Брестский пруд станет их домом. У нас есть планы, значит, на будущее в неволе воспроизводить их репродуктивный цикл и выпускать в естественные места их обитания, там, где чистка снижается. Ну а что касается конкретных черепашек, то следить за этими редкими животными ученые продолжат. Возвращаемся в студию прямого эфира. Еще раз всем доброе утро. Говорим сегодня на самые актуальные серьезные темы. Напоминаем, что сегодня Всемирный день психического здоровья отмечается именно в этот день. Возвращаемся к актуальной теме. Обучающий семинар для родителей опекунов пройдут в Бресте. Целый ряд мероприятий, приуроченных к этой дате, запланирован в областном центре. У нас в гостях представители проекта «Клубный дом» общественной организации «Белорусская ассоциация социальных работников» Кристина Хованская и Юлия Мурашова, организаторы, собственно, семинаров. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, улыбайтесь с утра хорошо, выспались, наверное, да, все? Или как утро вообще начинается? Всегда очень рано? Или по-разному бывает? Ну, мы работаем с девяти, поэтому... Сегодня рано было. Поэтому есть, немножечко поспать можно для людей. Давайте начнем с самого, собственно, начала, извините за тавтологию. Проект «Клубный дом». Что это такое? Что это за направление? Вообще подробностей хотелось бы услышать. Проект «Клубный дом» — это социальная служба для людей с психическими расстройствами. Основная цель работы «Клубного дома» заключается в помощи людям с психическими расстройствами восстановить утраченные навыки и вернуться к активной жизни в обществе. А также восстановить свои силы после больницы. А почему такое название «Клубный дом»? Ну, дом, то есть это объединяющее, да? Откуда возникло вообще такое название? Вообще идея проекта возникла в 1948 году в США самими, ну, то есть это была организована группа самопомощи, с самими такими людьми была организована работа. Мы уже говорили до начала программы, что все проблема в том, что очень много стереотипов связано с вот этими людьми, с людьми, которые страдают психическими расстройствами. Давайте об этом немножко поговорим. Для чего идется работа вся? Ну, зачастую эти люди подвергаются стереотипам и стигматизации. Стигматизация – это навешивание ярлыков, социальных ярлыков на людей, присвоение им каких-то качеств, которые им несущие. Пару плохих, наверное, качеств, да? То есть, ну, к примеру, если человек болеет шизофренией, зачастую все люди думают, что он агрессивен, либо, ну, агрессивно настроен, в любом случае накинется, либо сделать что-то плохое, но это неправда. Ну, и вот это и есть стереотип, что люди просто думают так, не знаю, не информированы. Ну, а у вас сегодня фиолетового цвета майка. Знаем, что фиолетовый цвет не случайно представлен. Фиолетовый цвет – это заявленный цвет психического здоровья во всем мире, так сложилось. Ну, и вот проект «Стоп стигма» как раз-таки относится к вот этому самому понятию стигматизация, да? Ну, фиолетовый, а как понять заявленный цвет? То есть, это, наоборот, который, что, призывает, что далось стереотипы или... Потому что, например, у меня кабинет фиолетовый. Ну, так, подалось стереотипы. Честно, я выбрал этот цвет, которым я покрасил стены в кабинете. То есть, это хорошо или плохо, или это как-то ассоциация у меня должна быть? Нет, просто это принят цвет международный, всемирный, фиолетовый цвет психического здоровья. Как корпоративность. То есть, я психически здоров, получается. Надеемся на это. В отличие от синего. От синего, конечно. Информационная кампания этой недели очень разнообразна, разнопланова. Давайте об этом поговорим. Я знаю, что каждый день расписан, собственно, по каким-то мероприятиям, но в целом о нем. Да, расскажите. Значит, пройдет информационная кампания, посвященная Всемирному дню психического здоровья. Мы и наша ассоциация социальных работников решили провести в Беларуси неделю психического здоровья. Направлена эта кампания информационная на преодоление, вот опять же, стереотипов, стигматизации, а также на информирование общества о психических заболеваниях, разрушение мифов о том, какие эти люди, да, и что с ними происходит, как они болеют. Вот, пройдет, вот эта информационная кампания будет всю неделю, будут раздаваться буклеты, будет живое общение с людьми на тему психического здоровья, ее профилактики. Пройдет психологическая консультация на базе клубного дома, где мы располагаемся. Собственно, приглашаем всех желающих, те, кто столкнулся с данной проблемой, те, кто хочет рассказать или поделиться. Мы психологи по образованию, и вот будем оказывать такую психологическую консультацию. Вот у нас на столе лежат буклеты, как раз-таки, опять-таки, в фиолетовом цвете, вот такие вот. И в них очень интересная информация, связанная с советами по сохранению психического здоровья. Это относится ко всем, без исключения, или только к людям, у которых уже выявлены какие-то проблемы? Относится ко всем, потому что, ну, не секрет, что сейчас такое время, ну, собственно, стрессы, и есть, ну, может быть, звоночком к приобретению какого-то заболевания. Депрессия в том числе, это тоже психическое расстройство. Поэтому для всех... И нашим телезрителям мы можем напомнить телефон прямого эфира 21 55 65. Уважаемые телезрители, дозванитесь, пожалуйста, если у вас какие-то вопросы. Может быть, вы хотите проконсультироваться, а может быть, узнать какие-то подробности у наших гостей. У вас есть такая уникальная возможность. Вот вы говорите, что вы собираетесь в клубном доме, каждый желающий может прийти, то есть, либо, ну, как бы, не знаю, здоровый человек, который не сталкивался с психологическими проблемами психического расстройства, и ознакомиться, где эти дак, а где вы находитесь, что это за место? Мы находимся на улице Советская, 53, кабинет 14, это... Мы находимся на базе территориального центра социально обслуживания населения Ленинского района. Это знаменитое место. Ну вот, что касается именно психологических консультаций, кто в основном требует их? Больше нужно это опекунам, родителям, людям, которые общаются, или же все-таки непосредственно людям, которые перенесли в такие психологические какие-то расстройства? Я бы сказала, что одинаково важна поддержка психологическая, как для членов клубного дома, для ребят, которых нас посещают, так же для их родителей и опекунов. Ну, хорошо, ну как вот эти встречи проходят? Что, ну, вот мы все понимаем, да, психологическая консультация, а визуально, если изнутри посмотреть, самые главные аспекты, о чем вы говорите, там, не знаю, кто участвует, много ли человек участвует, это индивидуальный какой-то подход, или наоборот, групповые занятия? Ну, зачастую психологическая, конечно, консультация – это индивидуальный подход, потому что человеку, ну, может быть, сложно рассказывать в присутствии других людей, либо даже другого специалиста, психолога. Поэтому это все будет проходить в отдельном кабинете, будет приходить человек, будет там с его желанием. Бесплатно все это происходит. Да, на безвозможность. А как вот человек вот сейчас вот на экране увидел вас, он сталкивается с этой проблемой, как перебороть себя, чтобы прийти первый раз? Вот какой-то, может быть, совет от вас, может быть, дадите? Вот, на самом деле, на первый шаг самый сложный, вот именно прийти, вот, или осознать? Ну да, проще, наверное, не прийти, а позвонить сначала. Проще, наверное, позвонить и поговорить по телефону. Есть какая-то прямая линия куда-то можно? Можно позвонить на наш номер телефона. А какой номер телефона? Помните? Да. 8-0-44, это Волком, 330-3161. Ну, вот это мы озвучим так, который ваш прямой, да, потому что есть у нас еще номер юридической консультации, это в Минске. Вот что это за направление? Значит, всю эту неделю будет происходить юридическая консультация для людей с психическими заболеваниями по вопросам правовым, ну, любым, да, которые интересуют, а также их родителям консультация будет происходить в городе Минске, ну, то есть удаленно. Юрист будет консультировать по телефону. Я уверен, у нас есть возможность вывести на экран этот номер еще раз. Конечно, 375-44-579-20-50. Номер телефона вы сейчас видите на своих экранах. Еще раз повторяем, что это юридическая консультация для всех нуждающихся, тоже проходит там абсолютно бесплатно, телефон бесплатный, да, это здорово. Что касается еще, вот мы уже обсудили юридическая консультация, психологическая консультация. Круглый стол с врачом-психиатром будет проходить в Бресте. Когда и в чем самое главное его опыт, преимущество именно этого мероприятия? Значит, Круглый стол будет проходить 12 октября в 11.30 вот в актовом зале территориального центра, собственно, где мы находимся. Круглый стол для, опять же, людей с психическими расстройствами и их родителей. То есть в рамках такой психообразовательной программы это, опять же, вот информирование их самих, да, о их заболевании, о течении заболевания, о том, что можно с этим сделать. И также преодоление стигматизации. Среди них тоже она есть, и среди их родителей тоже есть зачастую. Поэтому это, ну, такая встреча, чтобы поговорить, познакомиться, и чтобы врач-психиатр ответил на интересующие вопросы родителей и самих ребят. Целях профилактики. Людям стоит просто прийти, послушать это, вот, которые, допустим, ну, считают, что у него нет проблем вообще с этим никак, или все-таки, и он не сталкивается с такими людьми, или не стоит? Ну, вообще, конкретно вот клубный, работа круглого стола будет, ну, скажем, такой закрытой для участников. Ну, и вообще для всех людей с психическими расстройствами. То есть там будет больше разговор психиатра и их, то есть будет вестись работа, ну, вот, направленная на эту психообразовательную программу, чтобы даже родственники научились контактировать со своими детьми, и они же могли как-то, да, ну, тоже отвечать им, уважать, и... И целое понятие психообразования, да, что это немножко еще по подробниках-то, расскажите нам, пожалуйста. Это такая программа, ну, вот, которую проводят психиатры, то есть именно психическое, психологическое образование, когда они, ну, психиатр помогает, обучает их, там, вот, преодоление стереотипов, да, стигматизации, что, ну, в любом случае, например, если зачастую бывает, что, ну, у человека в любом случае есть срывы, так как у него психическое расстройство, и родители зачастую, например, могут говорить о том, что он только вскрикнул где-то, да, она говорит, все, я вызываю скорую, там, ты плохо себя ведешь. То есть это тоже стереотип, ему может быть просто плохо, или он просто на нервах, на взводе, но это не значит, что уже начинается приступ, и ему плохо. То есть вот врач-психиатр именно говорит и учит, как правильно себя вести с друг другом, как вот преодолевать вот этот барьер и стресс, чтобы не получал ни человек стресс, ни его родители. Да, ну и сразу понимать, что он для общества не опасен, потому что человека хочется сразу закрыть в эту клинику и на этом поставить точку. Юля, расскажите нам, пожалуйста, флешмоб будет проходить, тоже вот очень интересные моменты, тоже что-то такое инновационное, чтобы просто привлечь внимание, о чем речь идет? У нас в пятницу будет проходить флешмоб, могут прийти все те, кто столкнулись с этой проблемой, все неравнодушные. На этом флешмобе будут присутствовать члены клубного дома, их родственники, их друзья. Всем, кто придет, будут раздаваться фиолетовые атрибуты в цвет нашей информационной акции. Ну а сами действия какие будут? Это будет игра или что это будет? Нет, это будет не игра, это будет, скажем так, показательное мероприятие фиолетового цвета. Будет еще небольшой сюрприз. Ага, не раскрываем, да? Ну хорошо, а тогда куда подходить? Рассказывайте. Ну флешмоб это же что-то такое, спонтанное. Форма проведения будет такая красивая. Давайте еще раз, да, подводя итоги нашего разговора, мы скажем, куда вот человек сегодня понял, что он хотел бы в этом поучаствовать, хотел бы разобраться в этой проблеме, куда приходить? Приходить по адресу улица Советская, 53, кабинет 14. Ну можно спросить у любого проходящего, они все знают, где мы находимся. Ну и позвонить по телефончику, который уже назвали, 44-330-3161. Еще хотелось бы буквально в двух словах посоветы какие-то общие услышать для нас, для всех людей, не столкнувшихся с такими проблемами, общее правило сохранения своего эмоционального, психического здоровья. Что бы вы могли порекомендовать? Оставаться самим собой в первую очередь. Улыбаться. Безактивный образ жизни. Говорить о своих чувствах в том числе, да, то есть проговаривание этих моментов тоже очень важно. Заниматься спортом, естественно, активным образом жизни, правильно питаться, отдыхать, спать, высыпаться, набираться сил, ну не нервничать. Добавить просто нечего больше. Два врача нам сказали, что делать, я уверен, так будем и поступать. Будем 100%, главное высыпаться. Спасибо вам большое. Мы напоминаем, у нас в гостях были представители проекта «Клубный дом» общественной организации «Белорусская ассоциация социальных работников» Кристина Хованская и Юлия Мурашова. Мы продолжим говорить о здоровье, на этот раз физическом. Спорт у нас. Присоединяйтесь, хотел сказать, спорт в студии, хотя, может быть, и попробуем тоже сделать пару упражнений. Это отличная идея. Всем привет! С вами Юлия Котович. Чтобы утро было по-настоящему добрым, его нужно начинать с зарядки, тогда вам обеспечен заряд бодрости и хорошего настроения. И сегодня мы сделаем с вами небольшой комплекс упражнений, который обеспечит вам заряд бодрости и отличную фигуру. Любой комплекс упражнений должен начинаться всегда с разминки. Для того, чтобы ваше тело было подготовлено, кровь и кислород расходились по нему отлично, и для того, чтобы вы не получили ни в коем случае какую-либо травму. Итак, начинаем. Глубокий вдох, выдох, еще раз вдох, и выдох, и еще раз вдох, и выдох. И теперь наклон головы. Потянулись в одну сторону, в другую. Любую разминку желательно начинать сверху и постепенно передвигаясь вниз. Круги плечами назад. Проворачиваем хорошо. Вы должны расслабить плечи, расслабить шею и почувствовать, как все напряжение у вас уходит. Соединяются лопатки и открывается грудная клетка. То же самое вперед. Провернули, провернули. И переходим к корпусу. Потянулись в сторону, растягиваем все мышцы, таз не отставляем, ни в коем случае вот так не делаем. Зафиксировали таз, потянули косые мышцы с живота, и тянемся ручкой в сторону. И то же самое в другую сторону. На выдохе. И еще раз. Выдох. И выдох. И после нашего корпуса переходим к ножкам. Выполняем выпад в сторону. Спину сохраняем прямой. И бедро стараемся держать параллельно полу. Пару раз попружинили. И перешли на другую ножку. И следите за тем, чтобы колено не выходило за проекцию носка. И еще раз на выдохе. Одна. И вторая. Глубокий вдох. Выдох. И завершили разминку. И самое главное, запомните, ваша разминка должна длиться не менее 5-7 минут. Приступим к основному комплексу наших упражнений. Сегодняшние упражнения включают большое количество групп мышц в работу. И помогут вам сформировать красивую фигуру. И подходят они для начинающих. Итак, выполняем приседания. Следите за тем, чтобы ваши ножки были шире, чем ширина плеч. Носочки и колени и бедра на одной линии. Выполнили приседания. Выполнили приседания. Поднялись на выдохе. Еще раз сели. Следим за тем, чтобы упор был на пятки и колени не выходили за носки. Это упражнение лучше всего подходит для тех, кто хочет красивые ножки, сформировать линию бедра и, конечно же, получить красивые ягодицы. Выдох. Выдох. Обязательно, когда садитесь, следите за тем, чтобы спина оставалась ровной, а бедро было почти параллельно полу. Выдох. Упражнение повторяем от 15 до 30 раз в зависимости от вашей подготовки. И закончили. Ну что ж, я думаю, вы отлично справились. А мы перейдем ко второму упражнению. Для него вам понадобится коврик. Ну что ж, опускаемся на коврик. И второе наше упражнение – это отжимание. Почему-то его незаслуженно обходят стороной и очень часто забывают. Отжимание мы будем выполнять сегодня от коленей. Ручки ставим шире, чем ширина плеч. Ножки на колени скрестно. И таз опускаем вниз. Следим за тем, чтобы мы не провисали и не выходили вверх. Подтянули мышцы пресса. И опускаемся вниз до прямого угла. И на выдохе вверх. И еще раз. Вниз. Вверх. Вниз. И на выдохе вверх. В зависимости от вашей подготовки, вы можете выполнять 10, 15, 20 раз. Следите за тем, чтобы вы выполняли упражнение правильно. Вы работаете на грудные мышцы. Мышцы рук. И мышцы верха спины. И завершаем цикл наших упражнений. Лампы. Ручки ставим. Нашли вне плеч. Упор на носки. И выпрямляемся в прямую линию. Таз протянули в себя. Пресс напрягли. Локти не сгибают. Старайтесь постоять хотя бы 30 секунд. И ни в коем случае не позволяйте спине провисать. Это большая нагрузка на поясницу. И не выходите выше плеч. Нагрузка большая идет на плечи. И вы снимаете все напряжение с пресса. Возвращаемся в правильное положение. Ну что ж. А теперь опускаемся медленно вниз. Ножки на колени. Потянулись назад. Выпрямляемся. И делаем глубокий вдох. И выдох. Я надеюсь, вы отлично со мной поработали. И с зарядом бодрости и хорошего настроения начнете этот замечательный день. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Доброе утро, Брест. Доброй ранец и Беларусь. Брест, просыпайся. Доброе утро, Брест. Привет, Брест. Доброе утро с чашечкой эспрессо. Ну что ж, еще раз всем доброе утро. Программа «Утренний эспрессо» бодрит, информирует, улыбает. Понедельник, немножко сегодня дождь. Однако погода достаточно приятная и даже, сказал бы, комфортная. Кто любит дождик. Кто любит дождик и прохладную осеннюю погоду. На самом деле, одеваться нужно комфортно. Тогда будет замечательное отношение к любой погоде. Главное, чтобы вещи были правильно подобраны. Ну что ж, друзья, мы продолжаем говорить на важные темы жизни региона. Сейчас у нас информация с Березовского района. И она такая очень специфическая, учитывая погоду. Но тем не менее. Если по соседству поселились шершни или другие жалящие насекомые, дезинфекцию проведут спасатели. В Березовском районе, где в конце сентября лютовали шершни, заявки на ликвидацию жалящих насекомых уже практически не поступают. Ну, понятно, похолодало. А вот в Бресте сотрудникам городского отдела ПЧС на такие вызовы приходится выезжать практически ежедневно. Недавно в средствах массовой информации появилась информация о том, что жители Березовского района очень часто обращаются в районный отдел по чрезвычайным ситуациям с жалобами на то, что их докучают шершни осы. Но заявки на ликвидацию гнезд этих насекомых, поселившихся в домах людей, на чердаках, балконах и даже под полом поступали из многих-многих деревень. Ну, благо, с приходом холодов ситуация нормализовалась. Притом, спасатели отмечают, что после получения такого вызова сотрудники по возможности стараются добраться до самого кокона. Если это удается, его снимают и сжигают в подходящем месте. Как видите, бывают они огромных размеров. Да, ну, шершни порой гнезда бывают размером с картофельный мешок. Так что не стоит недооценивать эту опасность. И укус шершни очень опасен сам по себе. Может вызвать иллюргическую реакцию, и в целом другие заболевания даже. При этом, вы мне сейчас пояснили, что такие работы спасатели привыкли, знают, как делать, выполняют бесплатно и, главное, используют специальные средства. Поэтому сами никогда этого не ликвидируйте, такие гнезда. Ну что ж, а мы продолжим говорить на другие темы, волнующие жители региона, которые дозвонились на нашу горячую линию, ведущая ее уже в студии. Анна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вопросы житейского характера зачастую застают нас врасплох. Найти ответ на них поможет горячая линия утреннего эспрессо. Первый звонок от Анастасии из Каменца. С 2014 года девушка работает по распределению на предприятии. Фирма стала терпеть убытки. Анастасия уже полгода находится в трудовом отпуске без сохранения заработной платы. Зачтется ли это время в срок обязательной отработки? Задает вопрос звонившая. Анастасия, мы попытались разобраться в вашей ситуации и выяснили, что время пребывания в трудовом отпуске без сохранения заработной платы учитывается в срок обязательной работы по распределению. Брещанин Максим Иванович работает на контрактной основе. Контракт заканчивается, и мужчина получил уведомление о его непродлении. Жена Максима Петровича находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. И вопрос у него такой. Имеет ли право работодатель расторгнуть со мной контракт в таком случае? Да, Максим Петрович, по законодательству Республики Беларусь ваш наниматель поступает правомерно. Следующий звонок от Станислава Викторовича из Бреста. Мужчина приобрел брюки в одном из магазинов города. Спустя месяц он обнаружил существенный дефект товара. При обращении в магазин Станиславу Викторовичу было отказано в замене. На основании того, что на брюки не распространяется гарантийное обязательство. Правомерно ли поступил продавец? Хочет знать телезритель. Нет, Станислав Викторович, в законе о защите прав потребителей указано, что в отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, либо гарантийные сроки составляют менее двух лет, потребитель вправе предъявить требования о замене, если недостатки обнаружены в течение двух лет со дня передачи таких товаров потребителю. Это была горячая линия утреннего эспрессо. Оставайтесь с нами. Хорошего дня. Сегодня мы расскажем тебе, как стать репортером народных новостей программы «Утренний эспрессо». Все очень просто. Любое интересное событие снимай любым удобным для тебя способом. Отправь видео на электронный адрес tvsobakatarkabress.by. Или в группу в социальных сетях ВКонтакте или в Фейсбук. Если раньше ты только мечтал об этом, то сегодня у тебя появилась реальная возможность стать репортером народных новостей. Сделаем программу «Утренний эспрессо» вместе еще интереснее. Наш партнер – Белтелеком. Национальный оператор связи Республики Беларусь. Друзья, мы с нетерпением ждем ваших роликов. Возможно, журналистика – это ваше призвание. Вы найдете себя, став репортером новостей «Утреннего эспрессо» или откройте себе скрытый талант. Может быть, станете диктором на телевидении или ведущим какой-нибудь утренней программы. Делитесь своими наблюдениями. Мы с удовольствием рассмотрим все предложенные видеоматериалы. Креативьте вместе с нами. На самом деле, обращайте внимание на те события, которые вам интересны. Мы будем показывать их в эфире «Утреннего эспрессо». Верьте в себя, делайте, присылайте к нам. А вдруг как раз это ваше призвание. Правда? Здорово. Ждем с нетерпением. Продолжаем делиться полезной информацией. Строительство новых ясли и садов в Бресте начнется в 2017 году. Дошкольные учреждения появятся во втором юго-западном микрорайоне нашего города. Будет рассчитано на 350 мест. В этом же микрорайоне в шаговой доступности будет возведена... Средняя школа, да. Школа, где будут обучаться более тысячи детей. Учреждения образования должны быть сданы в эксплуатацию до 2019 года. Пока же в тем интересующиеся данным вопросам напоминаем, что энтузиастам из Бреста был создан и активно действует сайт по обмену местами в детских садиках. И если изначально на сайте были только детские сады Бреста, то сейчас там появились все областные центры страны. Брещанин Илья Новиков, который создал сайт изначально для обмена местами в детских садах в Бресте, запустил новую версию. Теперь там представлены все областные центры Беларуси. Это не единственное изменение. Более подробно на сайте bestat.by. Да, на самом деле очень интересная инициатива, которая принадлежит Брещанину. Здорово, что такая инициатива возникла. Это помогает найти место ближе к своему району проживания. Ну, собственно, много новинок на этом сайте. Заходите, интересуйтесь. Люди общаются. Там появилось три варианта обмена садиками, в том числе не оставляя какие-то контактные данные. Мы же продолжаем говорить на самые интересные темы. Сегодня, 10 октября, напоминаем, понедельник, день не тяжелый. Самый классный день недели, да. Давайте заряжаться позитивом. Ну, еще узнаем, например, сейчас, что нам сублят звезды. Гороскоп эфире «Утреннего эспрессо». Смотрим. Овные. Для решения проблем вам понадобится умение быстро анализировать, мыслить логически и самая свежая информация, за которой придется охотиться изо всех сил. Тельцы. Не исключено, что сегодня вы ощутите возрастание активности, так что ищите пути и лазейки, чтобы воспользоваться выгодным предложением звезд. Близнецы. Не бойтесь делать открытия, занимаясь обыденными делами, поскольку интуиция будет подсказывать вам решение возникающих проблем в самый неожиданный момент. Раки. Постарайтесь найти время, чтобы обдумать свои планы и попытаться реально оценить, по силам ли вам осуществить то, что наметили ранее. Львы. Не упустите возможности провести важные переговоры, так как сегодня ваши партнеры будут играть исключительно по правилам, и вам удастся заключить выгодные сделки. Девы. Если вы сумеете представить свои таланты в выгодном свете, то вашему окружению ничего не останется делать, как радоваться за вас и рукоплескать. Весы. Ваши идеи найдут отклик, если вы сумеете привлечь к своим проектам помощников, и это будет залогом того, что вам удастся довести их до завершения. Скорпионы. Сегодня вам не следует давать обещания, которые вы не собираетесь исполнять, так как затем вряд ли удастся от них уйти. Стрельцы. Это неплохой день для заключения партнерских союзов, особенно если вы хотите вместе противостоять какой-то третьей силе. Козероги. День подходит для планирования дел на будущее, причем больше доверяете собственной интуиции. Водолей. Сегодня вам может повезти больше, чем обычно, поэтому вам стоит рискнуть там, где вышли проторенным путем и использовали знакомые методы. Рыбы. День удачен для решительных действий и перемен. Возможно, у кого-то они назревали долгое время, а теперь настал срок их проявления. Доброе утро! Воплотить два разных образа и характера в одной кинокартине для любого актера такая задача вдвойне сложная и интересная. Для исполнительницы главной роли Екатерины Владимировой название комедии «Держи удар, детка» имеет свой скрытый смысл. Насколько сильно у актрисы не только удар, но и талант, узнаем в кинотеатрах. Че? Яблоко мне угостить? Так не брал бы машину в кредит. Деньги в найду остались. Если тремя узнает, а травмитань ее не выпустят на бой. Значит, вы хотите, чтобы я притворялась Таней? Да. Ничего. То, что у меня практика, вам наплевать, да? Девушки, мы вам не мешаем? Танька за тебя походит. Зуб даю. Да если от нее услышат выражение «зуб», то я вообще никакую практику не получу. Она не будет говорить. Зуб даю. Вот. Света и Таня – сестры-близнецы, различить которых почти невозможно по внешности, но не по характеру. Каждая из героинь российской мелодраматической комедии «Держи удар, детка» выбрала для себя дело по душе. Амбициозная и коммуникабельная Светлана хочет построить карьеру на телевидении. А Татьяна – настоящий боец и профессионально занимается боксом. Если жизнь Света – это встреча с интересными людьми, то для Тани каждый день состоит из массы физических испытаний. Спортивные тренировки и закаливание характера – ее обычные занятия. Однажды девушка получает травму, которая может поставить крест на ее дальнейшей карьере. Если не удастся пройти медицинскую комиссию, то можно попрощаться с местом в российской сборной. Таня просит сестру выручить ее в этой непростой ситуации. Чем закончится эта безумная авантюра? Сохранит ли одна из сестер свою работу? Получит ли другая шанс на головокружительную спортивную карьеру? Как ты сразу не понял, что ты не спортсменка? Выпускаем? Выпускаем. Я же говорил, она нас вытащит. Потому что бабы ради меня еще не на такое шли. В основном мама, конечно, но все же. Классный! Обычный, легендарный, гениальный боксер. Не больно. Спик англиш? Нет. А я нет. Тим Бёртон, режиссер именитый. Давно заслуживший право на любые эксперименты. Даже если они дорого стоят, а дохода в прокате не приносят. Но очередная новинка эксцентричного режиссера стала лидером американского проката, заработав за последние выходные 28 миллионов долларов. Идем со мной. Я должна тебе кое-что показать, но пообещай мне, что не сбежишь. Обвяжешь веревку вокруг пояса? Только крепко держи. Погоди, как ты это... Идем знакомиться? Джейк, ты вовремя. Мисс Перегрин. Рада знакомству. Майкл! Он невидимка. Так и есть. Таких, как мы, называют странные. Это рецессивный ген, который передается по наследству. Всего шесть лет назад у Тима Бёртона случился первый фильм-миллиардер в карьере. «Алиса в стране чудес». Но с тех пор никаких чудес он не показывал. Мрачные тени даже свой бюджет не окупили. Да и Франкен Винни, полнометражная версия старой короткометражки, особыми заслугами в кинотеатрах похвастаться не могла. Тем не менее, Бёртону выделили 110 миллионов на экранизацию бестселлера Ренсона Ригза «Дом странных детей». Новая лента основана на молодежном бестселлере и рассказывает о подростке Джейкобе, который слышал от своего дедушки о детях со сверхспособностями. После его смерти он начал выяснять, была ли в этих сказках хоть капля правды. В главных ролях Ева Грин, Сэмюэл Эль Джексон, Эллисон Дженни и Терренс Стэмп. У тебя есть возможность изменить будущее. Пообещай мне, Джейк, что ты о них позаботишься. Обещаю. Мой отец сказал, что в мире не осталось ничего неизведанного. Он заблуждается. Я желаю вам хорошего настроения и удачного похода в кинотеатр. Мы присоединяемся. Я желаю всем хорошего настроения. Пускай утро понедельника будет бодрящим. Действительно, зарядит вас на всю неделю. И обязательно все получится. Да, бегом на работу. Бегом на работу. Спустился небес на землю и сразу же отправился к работе. Но мы расскажем еще интересную информацию о жизни нашего региона. Пять деревянных церквей Брестской области предлагается внести в список всемирного культурного наследия. Сообщили журналистам в управлении культуры, главного управления идеологической работы культуры по делам одежи Брестского облсполкома. В совместно с Белорусской православной церковью будет проведена работа по подготовке потенциального и досье на включение в список ЮНЕСК объектов культурного деревянного зодчества именно Полесского региона. Каждый из деревянных храмов построен в 17-18 веках. Он уникален по своей сути. Они претерпели минимальное вмешательство в конструкцию, сохранив свой первозданный вид и отображают черты местной архитектурной школы. Для включения церквей в список всемирного культурного наследия специалистам предстоит провести долгую и скрупулезную работу. Прежде всего это собрать необходимые документы, архивный материал, а также изучить общие черты, отличительные черты зодчества белорусского Полесия от украинского и польского. С помощью международных экспертов подготовить научное обоснование данного проекта. Чтобы все это получилось, необходимо провести такую огромную работу. Заявку на рассмотрение в комитет всемирного наследия предполагается подать до 2020 года. Белорусы намерены подключиться к номинации охраны деревянного зодчества, в которой уже значатся объекты Польши и Словакии. Тема сохранения историко-культурного наследия продолжит наш утренний корреспондент Татьяна Болтвит. Смотрим подробности. Он исколесил половину земного шара в поисках смысла жизни. Жил в тайге на вершинах и перевалах. В горах Алтая, Тяншане и Памира объехал весь Советский Союз. А потом проездом совершенно случайно увидел полесское небо и осенило вот оно, то, что так долго искал. Первое, что меня поразило, это люди. Люди, которые встретили меня. Люди, они сначала присматривались. Чужой, странный, необычный. Уходит в болото. Ну, зачем он туда ходит? Приходит с какими-то камешками. Потом они поняли, что, в принципе, я уже человек, да, ну, как письменник, они так и относились ко мне, как писатель. Поначалу думал, это на время, а это оказалось родиной. И вот уже более 20 лет до мозга костей городской человек живет здесь, на Полесье. Живет крайне аскетично. Говорит, бывает, по полгода ни с кем даже словом не перекинется. Живу очень скромно в трудах. Я творческий человек. У меня здесь нет огородов, садов. То есть я землю очень люблю, очень ценю крестьянский труд, но сам занимаюсь творчеством. За годы здесь он успел прикипеть к стране под названием Полесье. Начал изучать богатейшую историю этого края. Ведь хотелось знать о своей родине буквально все. Со временем даже разместил на подворье этнографический музей с комнатой крестьянина. Особую радость экспонаты доставляют детям. Это не бузы, это патроны, доченька. Это гиза. Да, гиза от патронов. Меня интересовало по фотографиям, какого размера хатка, какие потолки у них были. И идеально подошел вот этот сарай. И вот этот сарай я превратил в музей. В небольшой комнатушке вся история белорусского полишука, его быт. Одежда, прялка, ткацкий станок и короба, в которых хранили зерно. Всего более тысячи экспонатов. От древних кремниевых наконечников шестого тысячелетия и скрипков девятого до копеек 1939 года. Я не копал, я не археолог, не имею права. Во-первых, у меня нет страсти такой, я не коллекционер. Но там вяда вот это выдувается. И ветер практически обнажал. То обнажит он, допустим, средневековье. На следующий год ветер занес этот слой, обнажился каменный век. И таким образом появилась вот эта коллекция. Подобного музея, музея Полишука, в Белоруссии нет. Первые экспонаты здесь. Экспозиция еще будет расширяться. А на подворье в скором времени появится островок Староселье. Здесь будет экспозиция, посвященная язычеству. Я хочу детей втянуть. Не обратить их в веру в язычество, а показать красоту и того времени. То есть здесь вот по центру будет какое-то раскоряжище, такое дерево старое. И они цветные ленточки будут повязывать, свои желания, мечты. Еще когда только приехал сюда, не давал покоя факт, что в деревне нет церкви. Была, но ее сожгли фашисты в 42-м. Святыню сожгли, а людей расстреляли 1380 человек. Прошло столько лет, а на том месте даже деревья не растут. Поразило. Поэтому 12 лет по бревнышку, имея травму позвоночника, он собирал будущую церквушку. Часовню в честь великомученицы Пороскевы Пятницы. Это своего рода поклон этой земле. Во-первых, эта земля спасла меня. Здесь я услышал музыку, в прямом смысле речи. Этот язык, он стал для меня как песня. Я слышал, и поэтому для меня все это стало таким родным, близким, что я понимал, что я этой земле должен что-то оставить. Его идею со временем поддержали местные. Приняли решение создать на базе деревни Бобровича православный миссионерский центр. Дело всей его жизни. Были сложности, было и обидно, и больно. Но все это осталось в прошлом. И сегодня, когда я смотрю на нее, я забываю о том. Я вижу, что получилось. Получилось. И вот тогда я думаю, что, говорят, один в поле не воин. Ну, воин. И один может. Продам дачный участок в Садовом товариществе Пролеска, Жабенковского района. Площадь 5 соток. В частной собственности. Свет. Водопровод. 18 километров от Бреста. 8 километров от Жабенки. Цена 2850 белорусских рублей. Телефон МТС. 375-29-721-90-25. Продам деревянный дом в центре Иваново. Телефон. 8 0162 55 44 71. И 8 029 224 37 04. Продам автомобиль. Внедорожник BMW X5 2 E70. Год выпуска 2008. Объем двигателя 3 литра. Дизель. Полная комплектация. Состояние отличное. Автомобиль находится в Москве. Телефон МТС. 862 0488. Четвероногий друг. Верный умный пес ждет хороших добрых хозяев. Телефон МТС. 721-81-79. Беловежская пуща предлагает провести корпоративный вечер в ресторане Национального парка. Мы предлагаем блюда европейской и белорусской кухни, помощь в организации праздника, уютные залы и ресторана. Справки по телефону. Плюс 375 163 15 64 36. Необходимо быстро и надежно доставить груз по Бресту РБЛ Европе, диспетчерская служба грузового такси Customs Cargo предоставляет услуги транспорта для доставки грузов, а также аренду строительной техники. Короткий номер МТС. 777-71. Телефон МТС. 787-77-71. Или городской. 53-38-17. Customs Cargo. Это удобно, быстро и недорого. Такси Сити в Бресте. Цена поездки рубль 50 до 1 километра. Каждый последующий километр 60 копеек. Также оказываем услуги. Детское сидение в машине. Трезвый водитель. Запуск двигателя при севшем аккумуляторе. Вызов эвакуатора и грузового такси. Во многих машинах бесплатный Wi-Fi и AUX. Такси Сити. Телефон МТС и Велком. 565 4 шестерки. Такси сейчас не роскошь. К сведению жителей Брестской области. По субботам с 9.00 до 12.00. В каждом городском и районном исполнительном комитете работает прямая телефонная линия. Позвонив на которую, можно задать волнующие вопросы представителю городского районного совета депутатов. Или руководству городского районного исполнительного комитета. Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям предупреждает. Граждане, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не курите в постели. При возникновении пожара звоните в службу спасения по телефону 101. Берегите себя и своих близких. Беларусь 4. Брест. Телефон рекламной службы. 8 0162 20 35 45. Продолжение серии книг Алана Александра Милна. Любимым детьми всеми в мире персонажа Винни-Пухи в конце минувшей недели вышла в свет в Великобритании. На этот раз читатели предстоят познакомиться с новым героем. Выход новой книги приурочен к 90-летию со дня рождения Винни-Пуха. Ведь первая повесть Милна с этим героем вышла в свет в 1926 году. Новая книга, заглавленная «Лучший медведь во всем мире» состоит из четырех сказок, написанных четырьмя известными детскими писателями. Это второй по счету официальный сиквел сказок Милна «Винни-Пух». Переведенный на русский язык под единым названием «Винни-Пухи» и «Всё-всё-всё» Борисом Захадером. Новым героем, кстати, стал маленький пингвиненок еще в книжке в этот раз. Образ, по словам автора, возник не случайно. На одной из малоизвестных фотографий сын Милна, Кристофе Робин, если все помнят, это еще и персонаж книги, запечатлен с игрушечным пингвином. Именно оттуда была взята идея нового персонажа. Авторы новой книги подчеркивают, что главным для них было оставаться верными интонации, стилю исходника. Вот такая вот интересная новость. Надеемся, что только мы скоро увидим это все на экранах, посмотрим, поулыбаемся, порадуемся вместе с этими замечательными героями, интересными, удивительными. Ну, а если вспоминать нашего Винни-Пуха, который пел «Я тучка, тучка, тучка» на воздушном шарике, тоже хочется улыбнуться. Да, тучки сегодня у нас... Тучки у нас сегодня, к сожалению, будут, но надеемся, что все-таки погода тоже позволит нам, даст нам возможность улыбаться, посмотрим. Да, если взять зонт или остаться дома. А лучше остаться дома и не ходить на работу. Или то и другое, полежать сначала, потом взять зонт, сходить на работу, вернуться. В общем, уважаемые телезрители, погода на телеканале более подробно. Субтитры подогнал «Симон» Присадился к нам гость. Мы, как и обещали, знакомим вас с самыми интересными людьми нашего региона. Да, рубрика «Таланты вокруг нас» и в гостях Мартыник Антон, человек, который удивляет помимо себя, своим талантом, еще вот тем предметам, которые он с собой принес. Доброе утро, Антон. Доброе утро. Здравствуйте, здравствуйте. Вы работаете учителем в школе, и вот вы учите детей делать вот это? Рака. Сразу вопрос, потому что вот это, что появилось у нас на столе? Да, в том числе. И это, на самом деле, я работаю в Матекальской детской художественной школе искусств и на отделении, на художественном отделении. Вот. Но... Нет, не но. Самое главное. И, да, к основным предметам рисунок, живопись, композиция еще у меня есть предмет моделирования, который я вел по собственной инициативе, чтобы расширить сознание учащихся. Наверное, сзади. Ну, смотрите, наши телезрители тоже имеют возможность крупно посмотреть на вот эти все предметы, которые вы принесли. Красота неимоверная. Самоверная. Давайте расскажем, с чего все это сделано, потому что издалека, может быть, не видно, но использовано практически все, что найдено, да, под рукой. Да, совершенно верно. Данное направление в скульптуре, в современной скульптуре, называется скраб-арт. Здесь представлено три вида, три таких больших направления. Это скраб-арт, рак в руках у Виталия. Также жучок можно посмотреть. Этот стиль называется стимпанк. И также есть направление биомеханика, где ко всему прочему, ко всем железячкам, шестеренкам добавлены еще и элементы животного мира. Там непосредственно крылья бабочки, они настоящие. Натуральные, а все остальное, это... А все остальное, конечно. Хорошо, а жук, вот это странное направление... Стимпанк. Это что, да, что это такое? Стимпанк очень большое направление. Если загуглить и посмотреть в интернете, можно найти, что абсолютно любые сферы жизни задействованы, есть в стимпанке. И мода, и одежда, и какие-то интерьеры, и предметы быта превращаются в такие уникальные произведения, которые именно в этом направлении в стимпанк. То есть после введения вашего нового предмета дети до ее дома начали разбирать абсолютно все, собирать что-то новое. Причем-то разбирать телевизоры, холодильники, работающие вещи, которые превратили вот этот скраб. Мы делаем в основном из пластика, пластиковые вилки, ложки, обычная пластиковая посуда. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что дети понимают, что вот этот материал, который мог оказаться в природе, грубо говоря, выброшенным в мусор, он может послужить чему-то интересному, созиданию чего-то нового. Да, ну еще один информационный повод сегодня, о котором хочется сказать. Вы лауреат республиканского профсоюзного конкурса творческих трудовых коллективов «Новые имена Беларуси». Диплом первой степени. Вот это чудный диплом лежит у нас на столе, что за конкурс? Значит, в начале года проходил конкурс среди трудовых коллективов профсоюзных. И так получилось, что я его выиграл. Вот так вот, все так просто, вот получилось, что проходило. Подробнее рассказываю. Значит, было два направления в этом конкурсе, эстрадное и декоративно-прикладное. Соответственно, у меня было декоративно-прикладное. Было три этапа, районный, областной и, соответственно, республиканский. Изначально поданных заявок по всей республике было 40 тысяч. 40 тысяч заявок было подано по всей республике. Ну вот, с каждым этапом люди отсеивались. На последнем этапе на республиканском осталось около 70 человек. Это я говорю про декоративно-прикладное направление. Ну вот из этих 70 я оказался на первом месте. Покажи людям диплом. Такой огромный, большой, чтобы мы не будем его показывать уже через дети. На самом деле очень большой диплом. Очень большой диплом, красивый, смотрите. Хорошо. То есть и вы что? Вы представляли какие-то скульптуры? Делали их прямо вот там на месте или приехали уже с готовым материалом туда? Я приехал с готовым материалом. У меня было несколько скульптур. Основная скульптура, которая и стала победной в этом конкурсе, это был дракон из железа. Я делаю драконов. Видел я в интернете этого дракона. Огромный? Да, он, конечно, такой немаленький. Глаза загорелись. Я сказал, я делаю драконов, и все. И сразу засверкала улыбка. Замечательно. Причем это последняя версия дракона. Вот мы с драконом закончим. В смысле, не последняя, понятно. Но последняя версия дракона, она шевелится. Потому что первая версия была статичная. Какие перспективы? Он будет ходить? Нет, он не будет ходить. Он будет ей кушать все. На сегодняшний день он машет крыльями. Он рабочая версия. Причем ее еще никто не видел. Ее видели только в Калининграде. Я ездил с выставкой в Калининград. Калининградцы увидели, белорусы еще не видели. Вот так вот. Сегодня мы анонсируем это дракон. Мы анонсируем это событие. Вы понимаете, что вы уже озвучили, уже просто обрещены на вывод. Придется дракон. Я жду, когда что-то возможность выпадет какая-то. Помимо таланта, которым вы обладаете, вот сооружая вот эти, кстати, тут поломался ваш этот вот. Там просто не хватает. Вот починить надо срочно этого рака. Вот так, что в руки к нам попался. Вы еще прекрасно рисуете. Опять же, в интернете мы помимо дракона, с Катей, видели аэрографию, если правильно. Да, аэрографию. Это вот откуда? Да, большое направление аэрографии. Наверняка вы знаете. Видели разрисованные автомобили. Ну, это не я. Это не вы. 3D что-то такое, да? В чем особенность? Что значит 3D? 3D это когда одеваешь очки, и якобы оно объемное. Просто реалистичные, достаточно реалистичные изображения. Их очень, эти изображения легко можно сделать с помощью аэрографа. Специальный предмет, инструмент для нанесения аэрографии путем распыления краски. Очень тонким слоем. Вот. Вот я рисую. Ну, я так сложно говорю, да, наверное. Ну, вот вы сейчас... Все-таки я сейчас проще. Короче, я делаю рисунки в больших объемах на стенах. Это могут быть автомобили. Правда, у нас в Беларуси немножко запрещена аэрография. Совсем запрещено. Немножко нормально запрещено. В основном это рисунки на стенах, интерьерные такие, изюминки. То есть достаточно реалистичные. Объемные. Объемные, кажется. Создающие впечатление объема, да? Да. Судя по качеству, вы женаты. Супруга понимает, разделяет направление? Ей очень нравится. В свободное время все уходит в драконы? Нет. В свободное время... Вот как находится минутка, я сразу что-нибудь сажусь. Супруга просто понимает, что если разобрал будильник, значит, завтра соберет дракона, понимаешь? Или еще что-нибудь. Она со мной ездит везде, ей так нравится это. И, знаете, не каждый может похвастаться, что у него есть дракон. Даже два. Настоящий, да. Хорошо, но вот эта идея создания таких скульптур, она рождается сразу? Или вы там, вы долго, то есть вы знаете, что будет, и вы долго собираете конкретные детали? Или просто накапливаются вот эти детали, и вы уже потом их совмещаете между собой? Рождение. Детали определяют идею. Рождение, образ, да. Именно такое, что детали определяют идею. Ни разу у меня не попадало так, что я прихожу, говорю, так, сегодня делаем там осьминога. И раз, он у меня в конце концов получается. Обычно нет. Обычно сажусь сделать осьминога, получается цапля. То есть, если... Тогда не видели просто цаплю вживую, или может, в фотографии посмотреть? На самом деле, когда приходишь и раскладываешь все добро, которое у меня есть, из которого, собственно, и получаются данные скульптурки, находишь какую-то интересную деталь, и она что-то напоминает, напоминает какую-то часть тела, или по форме, просто вот имеет свой характер. Я думаю, так проще будет понять. Имеет характер какого-то животного, и просто его дорабатываешь, и получается, в итоге рождается. Хорошо, возвращаясь к главному информационному поводу. Все-таки первое место вот в этом, в новой имена Беларуси. Конкурировали с кем? Кстати говоря, на конкурсе представлены были и другие участники, у которых тоже было направление «Скраб-арт», тоже работа из металлолома. Но вот, видимо, по масштабности я их немножко обошел. Скромно сказал немножко, мы вас поздравляем. Да, мы вас поздравляем. К сожалению, заканчивается наш разговор. У нас тоже сегодня есть сюрприз, потому что мы знаем, опять же, за интернет, что у вас сегодня день рождения. Поэтому поздравить хотим сегодня вас с этим праздником. Ну, традиционный главный подарок, конечно, телеканала «Четыре», это «Четверка». Оставайтесь с нами все. Спасибо. Ну и творческих успехов. Супер, спасибо большое. Спасибо вам большое. Друзья, у нас был удивительный человек с его удивительными творениями, Антон Мартынюк. Я думаю, что не последний, уверен, не последняя наша встреча. Переходим мы к историческим событиям, которыми день сегодняшний отмечен. Календарь у нас. Смотрим. 10 октября знаменовано следующими событиями. 1918 год. Награждение военнослужащих и партизан за особую решительность и умение в операциях по разгрому врага. Высокий патриотизм, мужество и самоотверженность в борьбе за освобождение от немецко-фашистских захватчиков. Орден Богдана Хмельницкого стал последним из учрежденных советских сухопутных полководческих орденов во время Великой Отечественной войны. 1964 год. В Токио начались 18-й Олимпийские игры, в которых участвовали более 5000 спортсменов от 94 национальных олимпийских комитетов. Олимпийскими чемпионами стали и спортсмены из Беларуси, Елена Волчецкая – спортивная гимнастика, Ромальд Клим – метание молота, Александр Медведь – вольная борьба и Татьяна Самусенко – фехтование. 1976 год. Марафонец преодолел дистанцию в 42 километра 195 метров за 7 часов 33 минуты. Своеобразный рекорд установил грек Димитрион Иорданидис в забеге от местечка Марафон до Афин. И хотя нынешние чемпионы одолевают ее за два часа, рекорд состоял вином. Возраст марафонца превышал 98 лет. 1984 год. Родился Павел Дуров, один из создателей социальной сети ВКонтакте и одноменной компании. На сегодняшний день ВКонтакте – это крупнейшая в Рунете социальная сеть, один из первых по популярности сайт на территории Беларуси. Овные. Для решения проблем вам понадобится умение быстро анализировать, мыслить логически и самая свежая информация, за которой придется охотиться изо всех сил. Тельцы – не исключено, что сегодня вы ощутите возрастание активности, так что ищите пути и лазейки, чтобы воспользоваться выгодным предложением звезд. Близнецы – не бойтесь делать открытия, занимаясь обыденными делами, поскольку интуиция будет подсказывать вам решение возникающих проблем в самый неожиданный момент. Раки – постарайтесь найти время, чтобы обдумать свои планы и попытаться реально оценить, по силам ли вам осуществить то, что наметили ранее. Львы – не упустите возможности провести важные переговоры, так как сегодня ваши партнеры будут играть исключительно по правилам и вам удастся заключить выгодные сделки. Девы – если вы сумеете представить свои таланты в выгодном свете, то вашему окружению ничего не останется делать, как радоваться за вас и рукоплескать. Весы – ваши идеи найдут отклик, если вы сумеете привлечь к своим проектам помощников, и это будет залогом того, что вам удастся довести их до завершения. Скорпионы – сегодня вам не следует давать обещания, которые вы не собираетесь исполнять, так как затем вряд ли удастся от них уйти. Стрельцы – это неплохой день для заключения партнерских союзов, особенно если вы хотите вместе противостоять какой-то третьей силе. Козероги – день подходит для планирования дел на будущее, причем больше доверяете собственной интуиции. Водолей – сегодня вам может повезти больше, чем обычно, поэтому вам стоит рискнуть там, где вышли проторенным путем и использовали знакомые методы. Рыбы – день удачен для решительных действий и перемен. Возможно, у кого-то они назревали долгое время, а теперь настал срок их проявления. Доброе утро! Мы снова в студии программы «Утренний эспрессо». Прямой эфир. Пора уже проснуться, взбодриться тем, кто сейчас будет принимать участие в отличном розыгрыше. Тем более, тянитесь за телефоном 21 55 65. А разыгрываю сегодня чудный подарок. Да, сегодня взрослый сертификат. У нас второй разыгрываем сертификат от студии красоты «Амстелл» на улице Кирова, 161, с 9 до 21 часа. Без выходных работает учреждение, где вы сможете, ну, не знаю, поправить свое здоровье – это раз, сделать себя красивее – это два. И вообще подарить хорошее настроение, тем более в пределиях такого праздника, как «Дню матери». И мы сегодня как раз вот в рамках этого приближающего праздника и разыграем для женщин сертификат. Собственно, представители этого салона предлагают отличный подарок сделать своим дорогим людям, у каждого, в жизни каждого человека. Специальный подарочный сертификат, который станет замечательным, я думаю, знаком внимания в этот праздник. В течение двух недель на данные сертификаты салон дарит скидку 10% вне зависимости от его вида, то есть вне зависимости от того, на какую сумму или на какую услугу будет данный сертификат. Да, также существует карта любимого клиента, который дарит скидке приятный бонус, и каждое пятое посещение – 5% скидка, а каждое десятое посещение – 10% скидка. Поэтому накапливайте, ходите, отдыхайте, поправляйте здоровье, становитесь красивее, и все будет, ну, жизнь будет удаваться лучше. В общем, я уже готов идти. Правда, не для меня, а для женщин будет. 21-55-65, телефон в студии, напоминаем, разыгрываем отличный подарочный сертификат для любимых мам, дарим, и, собственно, делаем этот праздник еще более незабываемым. Вопрос у нас следующий. Какой формы камни используются при стонотерапии? Вот так вот, все очень просто, на самом деле. Даже кто никогда не посещал вот таких вот сеансов, точно видели красивейшие флакаты. Эти такие острыми углами, такие пирамидальные. Ну вот, не надо, как рассказать. Зачем ты подсказываешь, еще и неправильно. Хорошо подсказывали. Подарочный сертификат любимой маме бандажное обертывание. Сегодня хотел еще раз уточнить, мы с вами выигрываем сегодня бандажное обертывание. Готовимся к празднику уже сейчас, 14 октября, напоминаем, отмечается День Матери, поэтому не надо оставлять собственные подарки на последний день. Давайте прям сегодня решите этот вопрос, дозванивайтесь к нам, выигрывайте сертификат, и потом останется только цветы докупить, правда? Здорово. Интересная информация у нас есть по поводу стонотерапии. Первое упоминание об этом древнем способе лечения появилось около двух тысяч лет назад в Китае. Но уже тогда на Востоке знали, что теплые камни обладают огромной энергией и лечебной силой. Ну, на самом деле, камни, которые прикладывали, как природные таблетки, их называли, к болезненным местам, суставам и органам, давали здоровье, тепло, и благодаря такой психологической подготовке еще и восприятия этих камней, человек выздоравливал быстрее. Люди верили. Дозвонились до нас. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Как вас зовут? Денис. О, слышу, я слышу этот голос снова. Серьезно? Да, Денис. Денис, здорово, что ты с нами. Денис, вы собрались на учебу? Нет. Нет, у него вторая смена, пора уже запомнить. Это же Денис. Здорово. Ну что, Денис, ну я думаю, что 100% для мамы выигрываем сертификат, и я надеюсь, у вас это получится. Итак, какой формы камня используется при стонотерапии? Как это ты задумался? Ты не знаешь ответ? Может, круглые, овальные. Правильно. Ну, конечно, круглые, овальные камни. Я уверена, что все, если даже не ходили на эту процедуру, видели огромные, потрясающие плакаты, когда сразу захотелось. Денис, ты молодец. Ты для кого выигрывал сертификат сегодня? Для мамы. Мама будет очень рада. Она сейчас рядом с тобой или нет? На работе. На работе. Тем более, сохраняй сюрприз до самого праздника. Я думаю, что она будет просто в восторге от такого поступка сына. Это 14-го числа День матери, поэтому вот приурочишь как раз-таки подарок этому празднику. Да, но что делать с этим сертификатом, как его забрать, информацию об этом подробнее у наших администраторов, собственно говоря, ты это и знаешь. И в завершение хочется добавить, что молодцы те, кто дозваниваются к нам постоянно, наши слушатели, ну а также новые слушатели, присоединяйтесь, мы разыгрываем много интересных сертификатов. Для взрослых, для детей, для всей семьи вообще замечательный вариант сделать такой вот чудный, приятный, маленький сюрприз близкому человеку. Вот пойдет Денис на обертывание сам. Серьезно? Представляешь, как удивятся сотрудники салона, да? Ну что ж, друзья, продолжаем утренний эфир. Удивимся от детей, детская логика, вечность всегда удивляет. Посмотрим. Да, улыбаемся. А почему облака не падают? Потому что они не могут, они по воздуху летают. И они не могут, потому что они такие из газа состоят. Потому что их солнце держит. Они легкие, и они держатся в облаках. Когда солнце сверкает, а потом уже дождь прийти, и солнце закрывает от лука. Потому что они плавные и деланы из пыли. Белые. Потому что их, наверное, ветер держит. Потому что они легкие. Потому что они легкие и сделаны из маленьких частичек воды и тумана. Они сделаны из тумана, поэтому они не падают. Доброе утро, Брест. Доброе ранницы Беларуси. Доброе утро, Брест. Привет, Брест. Доброе утро, Брест. Привет, Брест. Доброе утро, Брест. Что, улыбки и хорошее настроение сегодня в понедельник в программе «Утренний эспрессо» помогут взбодриться? Кто еще сегодня не ушел на работу, пожалуйста, пожалуйста, на работу. А кто остается дома, завидую вам немножко. Потому что под теплым пледом, с чаем будет сегодня хорошо провести этот день дома. Кто сегодня работает, удачного рабочего дня. Ну, мы сейчас не прощаемся с нашими телезрителями. У нас еще одна интересная информация о жизни региона. Территорию музея-усадьбы Тадеуша Костюшко украсили деревянные скульптурные композиции. Их создатели, участники, белорусские мастера, которые участвовали в 13-м областном пленэре речиков парковой скульптуры. На самом деле, в этом пленэре приняли участие 6 речиков по дереву. Их усилиями в скверике у музея появились скульптуры вооруженных повстанцев различные. Также девушки, в которых был влюблен Тадеуш, из-за которых, собственно, был вынужден покинуть родину. Ну и другие. Центральной фигурой этой композиции стал образ самого Тадеуша. Костюшко с саблей и свитком. Ну что ж, друзья, это тот случай, на мой взгляд, когда лучше, конечно, один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому планируйте себе посещение замечательного музея-усадьбы. Да, но это сейчас у нас будет тот случай, когда лучше один раз выйти и проверить, чем 90 раз посмотреть в интернете, какая же все-таки погода. Ну, посмотрим. Субтитры подогнал «Симон» Сегодня мы расскажем тебе, как стать репортером народных новостей программы «Утренняя спорта». Все очень просто. Любое интересное событие снимай любым удобным для тебя способом. Отправь видео на электронный адрес tv-sobakatarkabress.by Или в группу в социальных сетях ВКонтакте или в Фейсбук. Если раньше ты только мечтал об этом, то сегодня у тебя появилась реальная возможность стать репортером народных новостей. Сделаем программу «Утренняя спорта» вместе еще интереснее. Наш партнер – Белтелеком. Национальный оператор связи Республики Беларусь. Все сотрудники телерадиокомпании «Брест» и телеканала «Беларусь 4» уверены, что если вы можете верить и в себя, присылайте ролики, становитесь действительно участником телевизионного проекта. Телевизионного процесса. И создавайте программу вместе с нами. Возможно, журналистика это ваша. Кто знает, ведь снимайте ролики для программы «Утренняя спорта» вы можете любым удобным для вас способом, как вы уже услышали. Поэтому включайтесь, креативьте, пробуйте себя в новой сфере. Ну что ж, для того, чтобы у вас креативить было лучше, мы предлагаем вам послушать хорошую музыку. Ведь воздействие музыки на человеческий организм доказано учеными. По-разному. Хорошая музыка, более спокойная, успокаивает, какая-то бодрит. Но в целом эмоциональный фон от музыки меняется. Ну, а еще интересная информация относительно печальной музыки. Согласно исследованиям группы японских психологов из Токийского университета, печальные мелодии вызывают у нас неоднозначную реакцию. Ну, с одной стороны, мы естественным образом грустим, а с другой стороны, переживаем негативные эмоции. Переживание этих негативных эмоций в процессе прослушивания музыки значительно меньше, если вы столкнетесь с какой-то стрессовой ситуацией. И, соответственно, к какому выводу пришли психологи, грустная музыка чаще нас радует, чем заставляет грустить. Вот такое вот необычное наблюдение. Опять же, остается только это все проверить. В любом случае, музыка – это всегда музыка, а музыка – это вечно. Ну что ж, вот так пролетает понедельник. Утро понедельника. Мы хотим, остается только пожелать хорошего, удачного дня и сказать благодарности нашим партнерам. Одежда «Базиони», которую сегодня предоставляют наши друзья ведущему. И концепт-клаб. Находятся оба магазина модной брендовой одежды в торговом центре «Дидас Персия». Новая коллекция там, поэтому берите на вооружение и будьте красивыми каждый день. Ну и еще раз всем всего доброго, удачного дня. А завтра снова во вторник мы встретимся в программе «Утренний эспрессо» на четверке. До встречи.